Власти Ялты и Симферополя фиксируют уменьшение количества жалоб от местных жителей по вопросам водоснабжения. Об этом сообщили главы администрации на заседании, посвященном водообеспечению в Крыму. При этом сама проблема никуда не делась. Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились, а то, что осталось, имеет неприятный запах. С ним приходится бороться специалистам профильного предприятия «Вода Крыма». Перебросили уголь с межгорного водохранилища, который был. Естественно, он был не бесконечный, закончился. Наши службы снабжения на прошлой неделе оперативно сработали. Машина уже вернулась с Ростова и разгрузилась. На прошлой неделе стоялось, скажем так, достаточно серьезное событие. Я вам докладывал, заработал водовод Дзержинского. То есть технически у нас зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается. Например, за ушедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи. Напоминаю, начиналось всего 70 тысяч в сутки. Из-за того, что водовод давно не использовался, все силы направлены на его восстановление. Работы планируют завершить в течение нескольких дней. После зависимость крымской столицы от наполняемости водохранилища практически исчезнет. Иначе обстоит ситуация в Ялте. Притоки воды за неделю около двух миллионов кубических метров. Вода из дополнительных источников обеспечивает город-курорт почти круглосуточно. А вот точку в вопросе об использовании воды в гостиницах поставила лично глава администрации. У каждого стоят емкости. При этом хочу отметить, что еще месяц назад все крупные потребители воды были ограничены. В три раза снижен объем подачи воды. То есть им подается вода даже не так, как всему населению по графику, а в ограниченном режиме. Раз в 3-4 дня в ограниченном режиме. Это что касается функционирования гостиниц. Но за счет емкостей там постоянно есть вода. Рассказали на совещании и о первых итогах работы водной инспекции, которая накануне получила специальное оборудование. Две лаборатории, способные находить утечки и незаконные врезки водопровод. Из 15 проверенных объектов утечки были найдены на 7. Природный источник вытекал в реки и карстовые слои. Свои результаты дал мониторинг незаконных врезок. Теперь двум предприятиям придется заплатить почти 45 миллионов рублей. По юридическим лицам, то есть это не квартира, не индивидуальный дом, а достаточно серьезные потребители. На двух были обнаружены снятые пломбы. То есть люди, скажем так, при наличии прибора учета перешли на безучетное потребление. А по двум объектам обнаружены несанкционированные врезки. По одному водопровод, вторая канализация. По одному объекту штраф будет начислен в районе 3,8 миллиона рублей. Это за инсценированную вырезку по воде. А по канализации 40,4 миллиона. При этом, по словам Владимира Баженова, были проверены и мойки крымской столицы. Незаконных врезок там обнаружено не было. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ.